Сегодня в нашем выпуске самая обычная штука, так называемая синяя борода, которая продается практически в любом магазине. И еще у нас сегодня в выпуске женщина, вот ну естественно как бы как шампанское. Сразу видно, что женщина, смотри. Очень хочется. Хочется прям Василию Островскому. Вообще они славятся тем, что чуть ли не всю Россию уже своим певцом как бы окучили. И вот в любом Ашане можно вот такую... Сейчас и нас окучат, давай, окучиваться будем. О! 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 Ну прям праздник. Квасок, правда, какой-то. Чисто внешне. Вот так. Так, это что у нас? Дюбель. Дюбель. Что такое дюбель? Это пускай народ сам в интернете гуглит, а мы просто будем пробовать и делиться этими дюбельными впечатлениями. Пахнет квасом. Ну я бы сказал, что что такое получается дюбель? Это частичек квасок. Да. Ну какое-то монастырское пиво очень похоже. Проходи, проходи. Не мешай служителю Господу Бога и Святого Дунстана творить вечернюю молитву. А в монастыре делают пиво? В монастыре, видимо, делали когда-то пиво. В свое время. Потому что в некоторых кабаках, но во всяком случае в одном из кабаков Раменского, можно настоящий монастырский дюбель. Ну они так это позиционируют. Кстати, очень вкусный. В этом сколько градусов? Давай посмотрим. Восьмерка. Восьмерка. Вот. А там, по-моему, 8,5. И мне очень не рекомендовали завершать им вечер, но я все равно завершила. И осталась очень довольна. Хотелось даже его с собой взять, но не успела. Я досралась. А за что пьете? Я досралась. А хуй ты на меня капаешь? А за что пьешь? Ты его заш... Наши гости связаны с миром так называемого андеграундного шоу-бизнеса. Ты можешь, кстати, рассказать, каким пивом и вообще где вы обычно народ-то подпаиваете? Которым мы поили народ? Ну да, конечно. Хорошо. 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 Мы в нашем, к сожалению, пока что временно не существующем клубе Грайндхаус поили народ в основном Глетчеровской пивоварней. Ее льют, по-моему, если не ошибаюсь, в клину, по-моему. На кранах у нас обычно стояла амнезия, милков амнезии. Это милкшек терапический такой классический, такой довольно-таки лактозный сильно. Не знаю, прям девочкам очень нравилось, прям все были в восторге. Минимальная горечь, вот это все, ну такой сладенький пойло такое. У нас стоял вообще отличнейший, кстати, по-моему, тоже Глетчеровский, я вспомнила все-таки. Это лагер 5 оборотов. Вот, кстати, за него я вообще очень благодарна менеджеру, потому что в основном в барах ставят что у нас ставят? У нас ставят жигули барные, которые, если честно, заебало уже конкретно. Оно абсолютно везде, оно разливное, не то чтобы вкусное, если оно немножечко хотя бы постояло, оно уже начинает кислить сильно. У нас же стоял 5 оборотов, это очень питкое пивло, так что если где-нибудь встретите в каком-либо баре на кранах 5 оборотов, обязательно берите. Это лучшее пойло под концерты, чтобы устоять на ногах до конца мероприятия и не залечь там где-нибудь в углу, да, выливать по сладжу. Очень крутая штука. И еще у нас стоял этот, орешек. Ореховое пиво, это ореховый надбаттер. Эль, темненький. Черт побери! Темненький эль со вкусом пасты нутелла. Офигенная тоже штука, но на мой лично вкус, оно за несколько лет последних очень сильно испортилось, поэтому я его к питью не рекомендую, даже в клубах. Это что такое? Вода. Что? Ты сказал, что умираешь от жажды, я дал тебе воду. Ну, надо заметить, что немногие организаторы концертов балуют публику нормальным пивом. Как правило, уже заранее заведомо понимаешь, что если идешь на концерт, у тебя там будет тупо моча какая-нибудь под названием лагер. Димедрольная штучка, как была в эстакаде, ну какое же было прекрасное пиво, это же вообще. Не знаю, не знаю, я честно говорю. Выпиваешь штаканчик, хочется еще и еще, и еще, и уже на рогах домой. Красота. Ну, вы, получается, подходите с душой. А как ты относишься к такому утверждению, что вся крафтовая история это типа гейские напитки, по сути дела? Я к этому отношусь философски, во-первых, потому что я сама употребляю очень много гейской хрени, но я люблю мужиков. Я не знаю, расценивается ли это как гейство, но тем не менее. Ну да, есть в этом немножко гейская вот эта вот ванильно-анальная дрочь, вот это все то, что нам отпускают. Настоящие же русские мужики должны что пить? Водку. Водку, а не какое-то там пиво неизвестного разлива. Давай, давай, чуть-чуть осталось. Ну, огонь, богатырь. Да, ну вот это, кстати, абсолютно не гейское совершенно. Не гейское. То есть, именно такой, как бы, реально, как гетеросексуальное. Гетеросексуальное. Мы его не видали? Арт-группа Антиглина, арт-группа Антиглина тоже в Санкт-Петербурге попробовали это пиво. Мы сейчас смотрим. Слышь, Шурик, вот ты еще в пеленке ссался, осенним же дела делал. Я тоже человек немолодой, пиво кончается бежать тебе, по-любому тебе. И денег не спрашивай, на свои бери. Ашан вот там, вот там Ашан. Давай, брат, давай, давай. Неплохой пацанчик. Неплохой пацанчик. Еще там. А там. Добрых-пацан. Блин, шампунь. Нет, это пиво модное сейчас мне сказали такое. Че же это? Местное пиво Василиостровское. Василиостровское? Василиостровское. Че, все не по-нашему? Все неосторожны? Че это за хуйня? Ты че принес? Я тебя че на бутылку посадить? Пацанчик, ты охуел? Нормальное пиво, не знаю. Че они? Вот, обрати внимание. Человек на самом деле оценил, оценил пивко. Казалось бы. Мы как будем оценивать по десятибалльной шкале или как это принято у вас тут? Ну, в общем, оценка существует один, один с четвертью, один с половиной, один с тремя четвертями два. Два с четвертью, два с половиной, два с тремя четвертями три. Ну и так далее до пятерки. Пятерки это топчик, как у нас принято говорить. То есть топовые, конкретные, хорошие вещи. Так, давай так определим с тобой. Сколько стоит эта дрочь? А вот тут написано у нас, подожди-ка. Так, 257 рублей. Значит так, я бы за нее заплатила... А там еще 0,7 у нас, да? 0,7. 0,7. Это важно. За 0,7 этой бутылки я бы заплатила... 200 рублей. 200! Оооо! В принципе, на три с половой прокатит. Если это пивко третье, четвертое уже после какого-нибудь еще, замечательно залетает. Не знаю, что-то в нем не хватает. Простовато. Простовато. То ли мы же привыкли и зажрались, но что-то не хватает. Желаю, чтобы все. И вам. Того же. Еще раз оценивать с пониманием того, что есть крафт, а что не крафт. Чем отличается крафт от не крафта? То есть крафт – это как бы экспериментальные всякие штуки? Это нет. Микро пивоварня? Нет. Это не то, что экспериментальное. Даже то пивло, которое уже, в принципе, на витрине стоит, не факт, что следующая партия будет точно такой же. То есть это действительно очень маленькие производства, которые могут накосячить, недосыпать, пересыпать. И, соответственно, варка будет уже совсем другая. Ты помогать будешь или нет? В этом, как бы, собственно, и заключается вся, ну, даже, наверное, какой-то свой тимис крафта. Вот. Ну, а это, соответственно, уже заводской продукт. Да. Он постоянный. В чем здесь вот преимущество вот этого постоянства? Преимущество – постоянство в том, что если вдруг захотелось чего-то, вот хотя бы вот этакого, ты пошел в магазин, купил, и ты уверен в том, что ты сегодня попьешь. Преимущество крафта в том, что когда хочет себя побаловать чем-то новеньким, чем-то интересным, и хотя бы просто удивиться, я не знаю, побаловаться – побаловаться. Крафт – это для чего-то, чтобы побаловаться. Сегодня я буду кутить весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Ну, скажем так, три с половиной я этому бы поставил. Мы с тобой солидарны. Да. Три с половиной. Три с половиной поставил, допила, смотри. Кстати, можно еще и подлить. Ты уже дошел до кондиции? До какой? До нужной. Нет. Тогда еще подемчики. Нет, 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 нет. Больше не буду. Должен. Мы сейчас с тобой напробуемся. Сейчас в программе, если кто следит за нашими выпусками, существует еще такая тоже базовая оценка, что если ниже четверки, то значит, вряд ли бы вновь… Вновь я впервые купила, да? Вот тут получается небольшой нюанс, что, в общем-то, объем, цена, доступность… Нет, соответственно, цены-качество налицо. Ну да. То есть, ну да. С половиной, и при этом с ремаркой, что можно, еще можно, можно брать. Нет, берем, берем. Значит, хорошие сапоги надо брать. Помимо прочего, у нас еще существует традиция ассоциации. То есть, если ты заглянешь в себе в душу, распивая этот напиток, и почувствуешь, с каким узлом вот у тебя, может быть, ассоциировался именно вот это. Вопрос, конечно, интересный. Так, это пиво у меня ассоциируется с группой «Ногу свело». Вот это поворот! Пиво нормальное, хорошее. Бутылка, харизматичная, как вокалист группы «Ногу свело». Честно сказать, вот насчет «Ноги свело» я совсем как-то не вижу пролили. У каждого по-своему. Вот, у нас же и полы-то, в общем-то, разные. Длинная цепочка женской логики. Ну да. Мне кажется, вот даже такой этот финтрол какой-нибудь такой. Ну, кстати, да. Нет, я понимаю, почему ты так подумал. Холкуха. Хочется налить, да, в огромную деревянную кружку и так чокнуться, чтобы сейчас так стекало. Да? Да, есть такое, согласна. Как ты считаешь, вот на Новый год вместо шампанского можно подобные вещи занести? Нужно. Нужно? Нужно. Вины эти уже надоели. Шампанское заебало. Да и с него еще и пердят. Ну, не замечала подобных вещей, но я доверюсь экспертам. Шампанское делают следующим оригинальным образом. Заливают соки, запускают дрожжи. Эти бактерии прохватывает понос. И они от этого страха и поноса дохнут. Но прежде чем подохнуть, они со страха еще газуют. Нагазовывают туда в бутылку, газов напускают. И вот почему-то пьяницы больше всего в шампанском ценят как раз вот эти вот газы. Ну что ж, будем допивать. Сейчас накидает просто по самому. Допивать-то мы будем, но уже давай отснимем, а потом допивать. Понял. Поехали. 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 Поехали.